Атмосфера в стенах Государственной Думы накалилась уже в первые минуты. Вячеслав Володин обратился к министру труда и соцзащиты с требованием навести порядок в расчёте заработной платы врачей и преподавателей. Она должна зависеть от средних экономических значений региона. На деле всё это не так происходит. Учитывая, что главный врач или директор школы получает в разы больше, чем обычный врач, ясно, что такая же разница есть и у зав. отделения, и у зав. школы, но всё это за счёт общего фонда оплаты. Для ясности картины председатель Госдумы предложил вывести из расчёта зарплату руководителя бюджетных учреждений и после приводить цифры в порядок. Грамотное распределение финансов поможет повысить мотивацию молодых специалистов работать в школах и больницах. Среди волнующих тем, что обсудили депутаты, и закон о повышении призывного возраста. Его приняли в первом чтении. Парламентарии предлагают поднять верхнюю границу с 18 до 21 года, нижнюю с 27 до 30 лет. Процесс поэтапный, ежегодно будут прибавлять по одному году. Я хочу подчеркнуть, что никакие действующие сегодня льготы для призывников, они этим законопроектом ни в коем случае не отменяются и никак не ограничиваются. Наоборот, их станет больше. Депутаты предложили расширить перечень тех, чьи дети смогут попасть в школу, детский сад или оздоровительный лагерь в приоритетном порядке. Сегодня это право распространяется на детей военнослужащих. В планах включить в список семьи добровольцев и погибших бойцов. Более 400 человек поддержали и законопроект о запрете смены пола. Документально и фактически. Медицинское вмешательство разрешат лишь при врожденных аномалиях у детей. И только по решению врачебной комиссии, а не одного доктора или родителя. Регина Суфюрина, Олег Кабрицкий, Станислав Павлинич. Время Ямала. Москва.